Hi everyone! С вами Ева Лорман и Елена Бернес. Мы продолжаем курс мастер наращивания ресниц или мастер лэшмейкер и в этом видео мы показываем как правильно формировать пучки 6D. Очень хорошо зафиксировать эти ресницы в пинцете, то есть зажать пинцет и погрузить в клей. Сейчас мы видим как формировать пучок из шести ресниц, то есть действия абсолютно те же самые, что и при трех и при четырех ресницах в пучке и при пяти ресницах в пучке. Вы просто должны как бы понимать, что объемное наращивание, оно естественно делается из определенного количества ресниц, но формирование пучков практически идет одинаковое. Старайтесь этот метод отрабатывать, нарабатывайте себе скорость и потому что он самый быстрый в формировании пучков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и пучок 6D. Вот он пучок из шести ресниц. Повторяюсь, расстояние между ресницами должно быть максимально одинаковым. Если посмотреть на все вот эти ресницы наши, то мы видим, чем больше ресниц в пучке, тем шире раскрыт пучок, больше раскрыт. Чем меньше объем пучки могут быть чуть поуже, но всегда обращайте внимание на ножку. От этого в принципе раскрытие пучка вашего и будет. Ножка должна присутствовать обязательно и при этом при всем она не должна быть очень высокой. Она должна быть не больше чем одна четвертая вашего пучка, а у нас должна быть золотая середина. Она у нас должна быть эта ножка, потому что именно ножкой мы приклеиваем этот пучок к ресницам. Маленькую ножку мы делаем, это мы уменьшаем носибельность искусственных ресниц, большую ножку мы делаем, мы уменьшаем объем. Понимаете, результат наращивания это не только вот здесь и сейчас, вот вы приклеили, все получилось хорошо, клиент радостный, увидел себя в зеркало, замечательно. Тут же вопрос, сколько он их еще проносит, эти ресницы, поэтому носибельность это один из самых главных моментов, на что рассчитывает клиент. Через три дня начинает все вываливаться, высыпаться начинают эти ресницы, образуются пробелы, ну в общем отрицательный результат. Вот это будет отрицательный результат, а он возникает друзья из-за плохой прокраски натуральной ресницы. Первое из-за маленького количества клея, это второе. Для носибельности лучше больше клея, чем мало. В интернете мы видим великолепные работы многих мастеров, все выглядит пушисто и замечательно, но по факту, друзья, если на ресницы, на искусственной, мало клея, то носибельность очень низкая у этих ресниц. И пусть это наращивание великолепно пушисто смотрится, почти нет клея, вообще на самом деле там почти нет. Поэтому вот, ну не ведитесь вы на эти видео, которые выкладывают очень много мастеров и они есть очень хорошие работы. Никаких вопросов, я просто вам говорю как новичкам, чтобы вы обратили на то внимание, что многие делая видео, они же не думают о том, как долго он проносит эти ресницы. Они специально для видео делают это наращивание, специально для видео. Вы же не видите потом этого человека, он же вам не говорит, я, друзья, проносил это наращивание 3-4 недели. Вы не знаете, как он проносит эти ресницы. Поэтому, где очень мало клея в курсах, в видеороликах, я категорически против. Клиенты не носят долго такие ресницы. Понятно? Это большое заблуждение думать, что вот я вижу, как красиво работает этот мастер. У него абсолютно чистый патч, там он опускает ножку на каких-то там полтора на миллиметр. Для съемки видео великолепно, конечно, клея нет, все замечательно, ни одной склейки прекрасно. Но по факту в жизни такие ресницы носятся хуже. Об этом мало кто говорит, я вам говорю, друзья, набирайте клея на пучки, на ресницы достаточно. Не бойтесь, что это много, это же склейка. Склейка это не страшно, это не страшно. Вы можете всегда потянуть за одну ресницу, за вторую в разные стороны и избавиться от этой склейки. Вы просто ее разорвете, эти ресницы. Склейка это же вот в этом месте обязательно приклеится еще какая-нибудь дополнительная ресница. Потяните пинцетами за вот эти две ресницы. Все, склейки нет. А вот если вы будете мало набирать клея на ресницы или на пучки, склеек может и не быть. Но носибельность у таких ресниц будет очень низкая. Отсюда будут к вам вопросы в первую очередь, как к мастеру. Вы вроде красиво нарисовали ему эти ресницы, а в итоге он через три дня их потерял. На сегодня все, надеюсь ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. С вами была Ева Лорман и Елена Бернес и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok